Дорогие друзья, следующий контрольный вопрос, о котором мы поговорим, это прощение всех грехов. Вот Бог нам прощает какие грехи? Те, которые мы совершили до момента покаяния, уверования, до момента возрождения, или вообще все, даже будущие грехи? Вот интересный вопрос. Вот смотрите, грехи, какие есть грехи вообще? Какие есть категории? Вот смотрите, есть первородный грех, есть фактические грехи. По осознанию есть грехи, есть, так скажем, известные грехи, есть неизвестные грехи. Есть грехи, которые делятся по деятельности, есть грехи действия, есть грехи бездействия, есть упущение или непряжение. Есть преднамеренные грехи или грехи неподчинения. Есть грехи, которые сделаны по привычке. Есть грехи, которые делятся поэтическим нормам. Против Бога, против человека, против самого себя, против своих личностных установок. По времени есть прошлое, есть настоящее, есть будущее грехи. Вот какие грехи Бог нам не простил. Вот время на 3 глава. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, которая свидетельствует законы пророка. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати и оскуплению во Христе Иисуса, которого Бог предложил жертву уместивлением в крови его через веру для показания правды и упрощения грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения к Божию, показания правды в настоящее время дается он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. И Иисус Христос нам простил все грехи. И понимаете, в чем проблема? Бог заключился в раму завет, потом заключил Моисеев завет, и грех стал разделением. В чем проблема-то греха? Грех он заградил от людей благословение в раму Духа Святого, жизнь вечную, победную жизнь, преображение тела. Вот это вот все грех закрыл. Понимаете, в чем самая страшная проблема греха? В том, что грех он закрыл от нас не в смысле какой-то билет на небеса, а в смысле, что он закрыл от нас Духа Святого, который и есть вот эта жизнь вечная, Божия любовь, Божие принятие, Божие сыновство. И поэтому Бог мог либо разобраться окончательно с грехом совсем, и тогда нам становится доступен Дух Святой. Либо это частично здесь ничего бы не получилось, как частично получаешь Духа Святого. И слава Богу, Иисус Христос разобрался со всеми грехами, во всей полноте, и нам стал доступен Дух Святой. Вот спасение, это есть такой огород, где выращивается спасение от греха. Понимаете? Спасение, это Дух Святой, который избавляет людей от грехов на данный момент, да? Вот подается вот это прощение, потом избавление от грехов, и потом с преображением тел люди окончательно избавляются от греховной силы, которая в них существует. И жизнь христианская, это жизнь прощения, да? Время 4 главы. А так и Давид называет блаженным человеком, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Жизнь в Новом Завете, это жизнь в Божьем прощении, в постоянном Божьем прощении. Но здесь смотрите, какие есть моменты. Если мы говорим о том, что Бог простил все грехи, и даже будущие грехи, то это не говорит о том, что «Ой, без разницы, теперь что делать?» Вот смотрите, на какие моменты нам нужно обратить наше внимание. Первое. Мы не избавлены от последствий греха, который мы совершаем. Мы совершили грех, и у греха есть какие-то последствия. Какие? Первое. Это задержка духовного роста. Вот мы совершаем грехи, да? Эти грехи прощены. То есть Дух Святой от нас не убирается. Понимаете? То есть мало того, что мы совершаем грехи, мы, собственно говоря, сами грешники. И это тоже нам прощено, да? И Дух Святой нам дан. Но те грехи, которые мы совершаем, они задерживают наш духовный рост. Смотрите, 1 Петра. «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварствие, лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденный младенец, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Здесь не говорится о том, что нам нужно стать безгрешными, чтобы быть спасенными. Наоборот. Потому что мы обрели Духа Святого спасения, теперь нам нужно возрастать в этом во всем. Потому что это наша судьба. И окончательно мы будем избавлены вообще от всякого греха. Второе. То, что мы совершаем грехи, это не избавляет нас от того, что Бог будет нас наказывать за эти грехи. Он будет нас воспитывать. Если мы совершаем грех, ты не знаешь, что он не видит вообще греха. Нет, он будет нас наказывать за эти грехи, воспитывать, чтобы он, я не знаю, не повторялся, еще как-то. Но он будет проводить Бог с нами работу. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, который принимает». Евреям 12 глава. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностей, напоказь. Откровение 3 глава». То есть, ну, смысл не в том, что Бог хотел очки, и теперь вообще не видит никаких грехов. Бог не видит грехов в смысле того, что Он не видит грехов, и теперь нам доступен Дух Святой, потому что Иисус Христос понес вину за наш грех, Он понес наш грех, и нам стал доступен Дух Святой. Но это не отменяет того, что теперь с нами будет проводиться воспитательная работа. Благодаря тому, что нам стал доступен Дух Святой, нам теперь стала доступна воспитательная работа через Дух Святого. Потом, если мы совершаем грехи, то от этого у нас теряется награда. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, стоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня, первым коринфянам». Здесь тоже важно понимать, что награда – это не есть какое-то абстрактное понятие. Понимаете? Вот мы сейчас сформируем себя, и то, как мы себя сформируем, это даст всход в жизни вечной. Мы – это зерно, а в жизни вечной пойдут колосси. Это вот как ученик, который учит таблицу, и как он ее выучит, так потом в жизни он такими будет человеком, который умеет только складывать, и ничего не может сообразить в этой жизни, или который знает таблицу умножения на пятерку, и он быстро ориентируется в жизни. Вот такая награда на самом деле, а не так, что какой-то венчик у тебя будет побольше, поменьше. То есть нам нужно избавляться для того, чтобы формировать себя, чтобы это дало всход в жизни вечной. Следующее – это разрушение человеческого лика. То есть Бог воссоздает человека как цельную личность, как действительно настоящего человека, слава которого откроется перед всем творением. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в его дело, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас с тьмой в чудный сует в свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилан, а ныне помилан. «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Это 1 Петра. То есть вот эти страсти, все грехи, которые мы совершаем, они разрушают нас как личности. Мы же хотим становиться все более действительно во всей полнотецарственным священством. Людьми цельными. А иногда встречаешься с христианинами, не можешь понять, что то ли он бомж какой-то, то ли он кто, то ли он какой-то сумасшедший. То есть человек потыкает своим грехам, он сам себя разрушает. И еще один момент. Грехи, которые мы совершаем, они влияют на утрату веры. Они разрушают нашу веру. Вот, допустим, девушка влюбилась в парня, в какого-то, в мирского, и она ходит меньше на собрания, она реже читает священные писания, и постепенно в ее сердце входит сомнение, а действительно ли Бог есть. Если раньше она отождествляла себя со Христом, то оказался такой момент, когда она сказала, да это все выдумки. Это все выдумки. Иисус Христос, это вообще миф. Его не было. Плевало ей на все, и уходит из церкви, выдумывает какие-то свои собственные религии. То есть грехи, они влияют на нашу веру. И если мы потеряем нашу веру, понимаете, если мы, для нас Иисус Христос, это больше не наш заместитель, не тот, с кем мы отождествились, то тогда нам уже ничего не поможет. Мы утратим действительно Духа Святого, имея веру и добрую совесть, которую некоторые от верующих потерпели кораблекрушение в вере Первой Тимофея. Понимаете, какая страшная проблема? Бог-то Он будет нас хранить, но если мы отпустим наше спасение, если мы отнесемся к этому небрежно, то мы можем все потерять. Ну и еще искажение образа Божьего. То есть совершая грехи, мы начинаем прятаться от Бога, как-то лукавить пред Ним. Наше сердце разрастается, вот это искажение образа Божьего. И потом мы уже думаем, что Он не такой благое, что Он не такой любящий, что вот эта благодать, это все сказки, там еще что-то. Понимаете, то есть грехи, когда мы говорим о том, что Бог простил нам всем грехи, мы не говорим о том, что теперь у тебя, в твоих грехах нету последствий, что они не влияют на тебя, что они не влияют на твое спасение. Ну и давайте посмотрим на песни, что в наших песнях говорится о прощении грехов. Номер первый. Бог нас навеки простил во Христе. Слушайте поиск любви в простоте. Бог нас навеки простил во Христе. Это сделал перевод Проханов. 115 номер Проханов написал «Мир постоянный грехов всех прощения, дневную помощь в различных скорбях, стойкость в борьбе и надежду спасения вечно дарует на верность твоя». 133 номер. Фредерик Блом написал, «Он был в церкви, потом он отпал от Евангелия, попал в тюрьму, и он озлобился на Бога, а потом он вышел и пережил духовное рождение свыше». И он написал «Чудная любовь Иисуса, все грехи он не простил». Номер 411, Филипп Лиз, который написал такие песни, как «Брат, напомню, опять, святый мне Божий, в слове своем возвещает Христос, источник спасения». У него жена погибла в трагической аварии, когда был, прошелся в поезд, и она горела, и он не мог ее вытащить, и он вернулся в поезд и сгорел вместе с ней. Он решил умереть вместе с ней, но не бросить ее одну. И он в 411 номере написал такие слова. «Сняв с нас закон о порабощении, пролил Христос кровь. Вот в чем прощение. Мучем истерзанным, в язвах он был. Раз навсегда нас искупил, раз навсегда грешник не имли, раз навсегда о грешни хвали. Наши греховные бремя он снял, раз навсегда спасение дал. Свободны мы, нам нет осуждения, он приготовил наше спасение. Придите, слышен голос Христа, вы спасены раз навсегда. Мы дети Божьи, вот наша слава, честь же Христу, хвала и держава, к жизни от смерти мы перешли, раз навсегда покой нашли». Наверное, в проповедях мы очень редко услышим такие слова, что мы спасены раз навсегда, да? Для нас это кажется что-то такое ужасное, страшное. Об этом лучше промолчать. Нам ближе песня о том, что у Духа Святой не уходи, и вот это вот, если я нежданно поскользнусь там. 528 номер, Амелия написала. «Он избавит тебя от грозы и суда, искупил Он тебя навсегда». Да. Субтитры делал DimaTorzok